Актёр театра Моссовета Анатолий Адоскин отмечает 80-летие. Он работал с такими корифеями режиссуры, как Завадский, Эфрос, Ефремов. Но и сегодня в родном театре артист занят во всех последних постановках, будь это мюзикл или рок-опера. Коллеги считают его эталоном безупречного актёрского вкуса. Репортаж Евгении Твардовской. Анатолий Михайлович Адоскин шутит, что начало его творческой биографии очень подходит для рассказа о большом артисте. Нарочно плохо учился в автотранспортном техникуме, чтобы выгнали. Тогда уже родители не стали возражать против театральной студии Завадского, где как-никак продовольственные карточки давали. В актёрской жизни тоже цикл. Ушёл из Моссовета в современник, потом к Эфросу, потом вернулся в театр Моссовета. В смутный миг всё так явственно вдруг проступило. Это солнце в туманной всплыло пелене. Работал с Раницкой, Плеатом, Морецкой, с такими личностями, что сам себя опять-таки в шутку воспринимает сегодня как экспонат. Вообще, ирония, помноженная на литературный талант, сделала Анатолий Адоскин главным хулиганом и зачинщиком знаменитых капустников в Доме актёра и в родном театре. Песню «И мой сурок со мной» Адоскин исполнял Сларионовым от лица актёра, выезжающего на заграничные гастроли, сопровождение лица в штатском. В финал я помню, значит, что и тут этот с ним сурок, и этот сурок, а в конце было, значит, поездок мой замкнулся круг, в Европу не ногою, но ты поедешь, милый друг, и мой с тобою. На репетициях петербургских сновидений Юрий Карякин, приглашённый консультант по Достоевскому, сказал актёру, что тут вылитый кюхельбекер. Началась бесконечная работа в архивах, поиск материалов, а результат – 10 телепрограмм о Пушкине и его друзьях. То, что посвящено кюхельбекеру, не сохранилось, случайно смыли. Остальные разошлись по архивам и телеканалам. «Я не ожидал от тебя, что ты напишешь такую...» «Наступила историческая минута». Адоскин всегда на театральной передовой. Занимая на ней прочные позиции, помогает молодым. «Каким-то покоем и уверенностью в чём-то, и знанием чего-то, чего не знаю я, и именно своим вниманием. Мне этого было достаточно, когда я делала свои первые шаги в этом театре». Анатолий Михайлович, при всей любви к рассказам о выдающихся коллегах, не любит говорить о себе. Отказывается от интервью в день юбилея. Друзья выделяют природную скромность и доброту, как доминанты его характера. «Может быть, это Паганель, а может быть, чуть-чуть Дон Кихот и доктор Айболит». «А я вижу на этом яблоке народы, которые любят друг друга, пожирают». Актёр, режиссёр, сценарист, писатель Анатолий Михайлович ладеет многими профессиями, одинаково талантливо. Во многом потому, что безошибочно выбрал главное дело своей жизни – театр. Евгения Твардовская, Олег Левитин, Дмитрий Александров, служба информации и телеканала «Культура».